Добрый день! Приветствуем тебя на нашем онлайн-курсе. Мы рады, что ты решил присоединиться к школе Бадди. Наша команда подготовила для тебя 7 полезных видеоуроков, посмотрев которые, ты станешь настоящим Бадди, одобренным международным клубом ИКСУ, и сможешь взять на этот семестр студента-иностранца для работы и общения с ним. Наш первый урок посвящен тому, кто такой Бадди и чем он занимается. Бадди — это пара студенту-международнику, которая подскажет и даст совет в нужной ситуации, поможет найти банк, продуктовый магазин, расскажет, чем отличается студенческий билет от зачетки и устранит другие сложности, вызванные из-за разных культур и менталитетов. И самое главное — укрепит свою дружбу с иностранцем и проведет время в компании. Зачем становиться Бадди? Если вы начали проходить наш курс, значит, у вас уже есть желание стать Бадди. Участие в данном проекте откроет вам множество возможностей. Школа Бадди дает множество преимуществ. После завершения курса вы можете стать полноправным членом клуба молодого международника без дополнительных отборов и собеседований. В конце обучения вы получите сертификат профессионального Бадди, сформируете индивидуальное портфолио, получите лимитированный мерч от отдела международного сотрудничества, а также получите дополнительные привилегии при отборе на международные программы академической мобильности. Подобный опыт поможет вам познать себя, попрактиковать ваши знания в языках, завести знакомых из других стран для дальнейшего общения, стать более образованным в мировой политике, получить незабываемые эмоции с нашим клубом. Школа Бадди создана исключительно для вашего личностного развития и времяпрепровождения. Мы разработали его с любовью и заботой. Цель курса Бадди – научиться правильно общаться с иностранными студентами, пребывающими по обмену. Рассказать вам, что стоит делать, а что необходимо избегать в разговоре с иностранцем, как найти правильный подход к человеку, другой культуре и многое другое. Мы также добавили интересные лайфхаки и много полезной информации, которые помогут вам стать профессиональным международником при общении с иностранными студентами. Структура курса. Введение Бадди, зачем им становиться и как. Языковые барьеры русского студента при общении с иностранными. Помощь иностранным студентам, в том числе в экстренных ситуациях. Как правильно проводить экскурсию для иностранного студента. Язык жестов и психологические приемы. Обучение к культурным особенностям и философия Бадди. В общении с иностранными студентами может возникнуть недопонимание, и чтобы их обойти, мы дадим тебе 6 базовых советов, которые должны помочь. Обращайте внимание на то, что говорит собеседник. Старайтесь избегать серьезных политических или острых тем. Интересуйтесь собеседником. Какое хобби? Что любят? Как проводят свободное время? Увлекается ли спортом? Наблюдательность в этом деле ваш главный помощник. Чем больше мы знаем о человеке, тем лучше его понимаем, а следовательно, тем качественнее общение и быстрее возникает взаимопонимание. Как и в любом диалоге, надо поддерживать тему беседы и быть не только активным слушателем, но и уметь правильно преподать себя. Умение правильно и ненавязчиво презентовать себя является основой дипломатии 21 века. Расскажите о себе, о своих интересах, своих хобби. Но не стоит сразу же вдаваться в личные подробности своей жизни. О психологических лайфхаках мы расскажем на другом видеоуроке. Правильно себе преподать – это не рассказать какую-то ненужную информацию, которую вы считаете интересной. Стоит отталкиваться от диалога и давать раскрыть себя с разных сторон. Пускай иностранец поймет, что вы можете быть и веселым, и серьезным, и у вас могут быть разные увлечения. При представлении себя не пытайтесь затмить собеседника и приврать, либо слишком сильно ему льстить. В любом диалоге важно сохранять правильный баланс интересов и следить за протоколом общения с иностранцем. После первой встречи с иностранным студентом предложите свою помощь. Помощь с обустройством комнаты в общежитии или же с экскурсией по кампусу Академии. Постарайтесь приспособить его к нашему вайбу и расскажите, как вы живете, как обычно проводите свой учебный день, посоветуйте, где лучше питаться, как проводите свободное время, покажите и расскажите подробнее об инфраструктуре в Академии и что есть неподалеку. Торговые центры, метро, фудкорты. Не стоит общаться с иностранцем сразу же, как с лучшими друзьями. Пока вы плохо знаете друг друга, даже если ваша русская добрая душа проснулась, иностранец может это воспринять как расточительность, ветренность или даже глупость. Поэтому лучше постепенно знакомить иностранца с нашей культурой, а только потом уже проявлять заботу и щедрость. Домашнее задание. Подумайте, какие вопросы про страну Бадди будет спрашивать. Подготовьте вопросы о разных странах. Германия, Италия, Испания, Франция. Это важно для проявления интереса к стране и культуре вашего иностранца.